С этого дня начался рух по новым пригородным маршруте «Гомель-Плёсы». Это стало мягким после того, как же хоры вёски и члены некольких размещенных побоч садоводницких товарыствов за уластные кошты драмантовали участок дороги до ужинёй больше, чем один километр. Разом с вязковцами у один из первых рейсов выехали наши корреспонденты. Гомельский автовокзал. В связи с несправильной эпидемичной ситуацией в широке Украины, и, как следствие, закрытём границ, колькасть маршрута, по яких отправляются аутобусы, некольки знизилась. Але зараз, что день тут ажицевляются перевозки, прикладна по 500 на керунках – пригородных, межобластных и международных. С этого дня завтовокзала «Гомель» пошёлся рух по яшедным пригородным маршруте до вёски «Плёсы». В адрес оператора пассажирских перевозок «Гомель-Облпассажир-Транс» поступило несколько обращений граждан о необходимости организации сезонного маршрута «Гомель-Плёсы», после чего указанные обращения были рассмотрены на заседании комиссии по организации регулирования пассажирских перевозок, а также безопасности движения при «Гомельском райсполкоме» и «Горсполкоме». В ходе комиссии было принято решение о целесообразности организации указанного маршрута, было выездное обследование дорожных условий на предмет соответствия, чтобы перевозка пассажиров осуществлялась в безопасном режиме. Вы знаете, мне уже 81-й год, и ходили пешком с колясочкой, очень тяжело, очень тяжело, в магазин, на рынок, везде. А сейчас очень большое спасибо всей администрации, которые позаботились о нас, которые, ну, большое-большое спасибо всем за вашу большую заботу. Открытье нового маршруту стало махчымым после того, як же Хары Плесов и члены некольких размещанных побач садоводненских товариствов за уластный кошт отрамантовали участок дороги до ужинной больше, чем один километр. За собранные гроши и они набыли асфальта гранулят. А працовники Дорожного управления номер 113 за кошт предприемства у выходные дни зарабились его якосное дорожное покрытье. Цяпер, после открытия экспрессного маршруту, трапить на дачу стало куды больше зручно. Раньше, в принципе, был только вариант с дизель-поездом, гомель-кленки, гомель. Вариант очень хороший. Плюс дачный массив очень большой. Дизель-поезд находится в одной стороне, ну, остановочный пункт поезда. В одной стороне дачных массивов маршрут на такси находится в другой стороне. Я думаю, будет очень удобно. Что день по новым маршруте будет ожидать 10 рейсов с 9 припынками на городской территории. З уликом того, что открыли его только сёння, пассажиру у маршрута покольня шмат, что не вельми задовольняет перевозчиков. А вот дорога, кажусь, саправды добрая. Не той, что была ранее. Одны ямы. По сравнению, как оно было раньше и как сейчас, это совершенно другая дорога стала. Дорога хорошая, ехать можно, приятно ехать. Поколь маршрут гомель-плюсы працует в такс. экспериментальном режиме. Праз месяц будет принято решение об его мытозгодности. У тым леку – у зимовый период. Меж тем же хары-плюсов собрали додатковые сродки и протягнули ремонт дороги уже непосредственно на территории вёзки. После завершения работ яны мают намер звернуться до керовництва «Гомель Абл-Пассажир Транса» с просьбой протягнуть маршрут по территории Плюсов, а так само зарабить некольки додатковых припынков. Я сегодня утром ехала. Маршрут, значит, надо сделать возле Брянска. Почему? Потому что там у нас больница. Мы не можем, уже люди пожилые, и нам добираться до больницы очень трудно и тяжело. Она находится возле Брянского магазина, так? И, значит, возле рынка. Нам магазины нужны в настоящее время с Кораной, с этой. Поэтому, пожалуйста, помогите здесь ещё в этом вопросе.